Линия Народного фронта пройдет через Норильское жилищно-коммунальное хозяйство. В город прибыли активисты Красноярского отделения Общероссийского Народного фронта. Прибыли с проверкой местного ЖКХ. А поводом стали жалобы горожан, которые переживают, что городские власти пытаются обанкротить частные управляющие компании, чтобы монополизировать рынок. Что же представляет из себя Народный фронт и каким последствиям может привести эта проверка? Организация ОНР образована еще в 2011 году по инициативе президента Путина, который и является его главой. Деятельность фронта довольно разнообразна и направлена на пресечение коррупции и чиновничьего произвола. Из последних деяний фонда. Инициация проверки сети магазинов «Магнит» на предмет завышения цен. Массовая проверка поликлиник и аптек в республике Коми на наличие необходимых лекарств. Проверка качества дорог в Саратове и последовавшие за ним увольнения чиновников. В течение двух дней комиссия Народного фронта работала в Норильске. Изучала документы, проводила встречи с руководителями управляющих компаний, представителями администрации и, конечно, жильцами. Большинство собравшихся представляли интересы жителей Каиркана. Мы вчера попросили позвать непосредственно жильцов домов. Я думаю, вы представляете большую часть интересов этих жильцов. Город Каиркан на сегодняшний день, насколько я помню даже по истории, у нас одна организация, которая обслуживает наш город. Если взять по сравнению город-район Норильск, район Толнах, у них по несколько компаний. При попытке в этом году хотела выйти на наш рынок. Но, грубо говоря, не получилось. То есть у вас ощущение такое, что содействие со стороны администрации в создании новой управляющей компании, которая могла бы какую-то часть рынка занять, показать, допустим, хорошую или плохую работу, не было. А сопротивление, вам кажется, что оно как раз вот было. У нас вообще было плачевное состояние всего Каиркана. Меня 15 лет заливали с периодичностью. Вот представляете, каждый год я домой прихожу и все, все плавает, тазы и слезы. Хоть бы кто-нибудь извинился, хоть бы кто-нибудь пришел, пока я не обратилась в ваш надзорный орган. Только благодаря ответу из Красноярска два года у меня не течет в квартире. Если это массово, вам необходимо поменять управляющую организацию. Ну, это легко вам сказать, а мы не разговаривали. И что значит легко? Апотезов, скотовского действия, их наказали на тысячи рублей. Кого наказали? Ну, а мне никого на них. Кого наказали? Наказали, такое предписание большое написали, на тысячу рублей. Наказали целую ЖЭК. Вы вообще даже можете в орган ГЭЖ не обращаться, если вас не устраивает управляющая организация. Вы инициируете и проводите собрание. Только убедительная просьба, проводите его правильно. Итогом встречи стал однозначный вывод комиссии. Если жильцов какого-то дома, их управляющая компания не устраивает, ее надо менять. Для этого необходимо просто провести собрание жильцов и перенять такое решение. Главная проблема, что в КРК не только одна управляющая компания. Привлекать нового игрока на рынок тоже придется жильцам. Что касается работы комиссии в целом, окончательные итоги будут подведены к концу мая. А предварительные таковы. Какого-то злого умысла в действиях местной администрации в реформировании сферы ЖЭКХ Народный фронт не увидел. Работу ЖЭКа в целом посчитал удовлетворительной. Хотя нарекания имеются. Особое внимание члены комиссии рекомендовали обратить на реструктуризацию долг. В целом по Норильску складывается в основном благоприятный, но ряд решений органов местного самоправления, с моей точки зрения, были приняты без проведения оценки регулирующего воздействия этих решений на социально-экономическую обстановку в городе Норильский. В этом северном городе любая чрезвычайная ситуация в которой может привести к существенному увеличению социальной напряженности и, соответственно, не только в Норильске, но и в Красноярском крае. К новостям компании. Директор заполярного филиала Александр Юмин обсудил с линейными руководителями рудника Комсомольский про безопасность и ремонты. Материал пресс-службы. За 2010 год на руднике допущено 6 несчастных службов, из них 2 смертельных, 3 тяжелых. 2011 год допущено 6 тяжелых. 2011 год – это единственный год за последнее время, который рудник Комсомольский отработал без смертельных несчастных случаев. По два смертельных случая произошло в 2012 и 2013 годах, один – в 2014. В текущем году первый квартал рудник отработал без происшествий. Давайте сегодня поговорим, что мешает, что нужно, еще какие меры предпринять, чтобы не допускать таких случаев травматизма. Один из мастеров обратил внимание на стаж машинистов. Погибший в апреле ПДМщик работал на машине всего 2 месяца. Раньше было такое, что на ПДМщиках как минимум ты должен 5 лет проработать в проходке, чтобы непосредственно попасть хотя бы в списки. Был четкий отбор. То же самое и творится с машинистами буровых установок. Кроме того, машинисты должны быть в этой технике. Они к этому относятся без должной заинтересованности, а техника от этого страдает. Дайте мне, мастер, вот этот технический листок технического состояния. Я напишу, где течь, где резина, где протеки, где то, где сё. Надо, я думаю, с этой стороны подходить. Александр Рюмин это предложение поддержал. А вот на идею вернуть обязанности по ремонту техники самим работникам рудника отметил, что каждый должен заниматься своим делом. Машинист управлять техникой, ремонтник – её ремонтировать. Другой вопрос. Не надо платить деньги, если он не отремонтировал. Не надо платить деньги. Это я говорю при генеральном директоре. Он со мной согласен. Он меня поддерживает, что не надо его коллективу или участку платить деньги, если они это не заработали. Инна Шимолина, Денис Перескоков, пресс-служба заполярного филиала для новостей Северного города. Северный город продолжает цикл больших... ...чем живут и как работают их коллеги с других территорий Норильского никеля. Сегодняшнее путешествие в город, который можно было бы назвать кольской версией Талнаха. Вот только в той рудной столице, в конце октября, когда снимался этот сюжет, осень была не белая, а по материкам... ...графию среди... ...по... Этот рассказ о Кольском полуострове мы начинаем в необычном месте. Месте, к которому, на первый взгляд, ну никак не привяжешь слова холод, север и снег. Мне даже трудно поверить, что мы сейчас находимся... ...там уже лежал снег, а здесь сейчас зелень, зелень, налитые гроздья, рябины, ну просто какой-то совершенно не северный север получается. Население городка всего 15 тысяч человек, потому больших мест для гуляний в нем немного. Зато те, что есть, зеленые, солнечные и очень приветливые. Площадь у маленького парка – настоящее царство мам с детишками. И это, наряду с цветущей природой, как-то сразу составляет светлое впечатление от этого маленького, но очень теплого северного поселения. Поваляться в конце октября на зеленом газоне за 69-й параллелью – да легко. Впрочем, особо расслабляться ни нам, ни горожанам некогда. Заполярный ведь не простой провинциальный городок, а тоже небольшая столица. Столица Кольских горняков. Наша главная цель – рудник и карьер – находятся совсем недалеко от всех этих цветущих красот. Но ритмы жизни и работы там уже совсем другие. Сейчас мы находимся вот на борту севером – это южный карьер. Участок у нас небольшой, порядка 70 человек всего. Расскаваторов на южном карьере находится всего три. И плюс два буровых станка. Всегда полезный и всегда приносим посильный, так говорится, наш труд и вклад. Кладываем, помогаем руднику северному. Вклад этот скромным не назовешь. Только представьте, каждый водитель самосвала за смену делает до 25 ходок. При этом емкость Катерпиллера – 90 тонн руды. Это с края карьера, снующие внизу машины кажутся игрушками. Вблизи же масштабы завораживают. А затем, чтобы коробочка всякий раз была полной, внимательно следит машинист экскаватора. Если самосвал кажется гигантом, то в чреве этой машины вообще можно свободно прогуливаться. И всю ее от двигателей до капитанского мостика досконально знает вот этот человек, за которым мы сейчас следуем. Сергей Ксенев на экскаваторе трудится с 20-летнего возраста. На работу пришел сразу после армии и успел отметить уже четвертьвековой трудовой юбилей. Так что мастерство новичкам показывать ему не впервые. Я должен ее ровно загрузить, чтобы дорогу не засыпать, чтобы более-менее... ...заполнены. В ковш экскаватора свободно несколько человек поместятся. Вес загребаемой руды огромный, а Сергей управляет им так легко и четко, машины только поспевают подъезжать. Здесь, на южном карьере, горняки вгрызлись в породу почти до предельных глубин. Но по разведанным месторождениям это далеко не последняя площадка для открытой добычи. В перспективе эту бригаду ждет новый карьер. А здесь начнутся иные работы. Как только мы доходим до предельных глубин, дальше уже смысла поднижаться нет. Дальше поступают уже, соответственно, подземные работы. Пора и нам в горные глубины. Чтоб зритель ощутил протяженность пути до подземной выработки, вешаем камеру на машину. Дальше поступают уже, соответственно, подземной, вешаем камеру на машину. Дальше поступают уже, соответственно, подземные работы. Примерно 15 километров пути. Ну а мы движемся в другое место, поближе. Установку она работает на отметке минус 140 метров. Уникальная буровая установка. Значит, полностью автономная. Работает полностью она от дизельного двигателя. Не требует, значит, дозаправки водой. Рассуждать о том, что на руднике уникально, Вадим Тимохин может со знанием дела. Поработать ему довелось не только на Кольском полуострове. Я работал на республике. Из них 18 лет на руднике Октябрьский и 3 года на руднике Таймурский. Тот, кто думает, что все рудники одинаковые, глубоко ошибается. Для специалистов, которые здесь работают, свой всегда чем-то отличается. Всегда уникален. Да, и не специалист может найти явные отличия. Например, вот у нас, в Норильске, персонал доставляют в гору при помощи клети, А здесь, в основном, с помощью специальных командов. Нам пришлось попробовать все виды подземного транспорта. Путь к очередной технической достопримечательности руководства. Едем на 440. Специалисты устанавливают новые датчики скорости и остановки. Но наша цель дальше. Нас интересует необычная система погрузки и выгрузки. Рудник добывает 18 тысяч тонн вкрапленной руды и около 2 тысяч тонн руды богатой. Перевозят ее 6 электровозов. Именно их работу нам и хотят показать. В чем отличие этой системы? То, что загрузка происходит у нас без остановки состава. Также происходит донная разгрузка состава, также без остановки. То есть тут нет совсем никакой паузы. Состав просто немного замедляется, и у вагонеток прямо на ходу распахиваются донные створки. Руда выгружена, а состав спокойно продолжает свой путь. Подобные ноу-хау позволяют выдавать только по подземным работам 6 миллионов тонн руды в год при персонале 1800 человек. Работа рудника продолжается своим чередом, а мы возвращаемся в город. Буквально через полчаса нас ждет в гости одна из работниц компании. А пока есть минутка заскочить на местный рынок. Уже уличному лотку проблем с витаминами у заполярцев нет. Ну а цены по норильским меркам вообще волшебны. Скажите, а сейчас вот по цене сезон какой? Высокий, низкий? Я бы не сказала, что высокий. В зиме цены поднимаются. К зиме цены больше? А зимой помидорчики у вас почем стоят? У нас вот, например, бывает рублей 500 за килограмм. Нет, вот такого не бывает. Нет? Это, конечно, но рублей 140-150 максимум. Это вот в зиму 140-150 за килограмм помидоров это максимум, да? Ясно. Добраться до Заполярного куда проще, чем до Норильска. Так что сюда даже пасечники со Смоленщины едут продавать свой товар. Своего меда при всей мягкости климата на Кольском полуострове нет. Зато огородничеством заполярцы тоже балуются. Здравствуй, моя любимая дачка. Сейчас я по тебе соскучилась. Что у нас изменилось? Что у нас отсвело? Все отсвело. Морозец был. Ой, а тихо так как хорошо. Кустики вроде хорошие, не упален. Изморозь-то есть, но... Надеюсь, все будет хорошо. Перезимуйте хорошие, чтобы ягодок было много. Да, вкусные клубники на Крайнем Севере порадовать нас. В своем хозяйстве Лариса Шапошникова как рыба в воде. И в огороде любят повозиться, и гостей в маленьком домике приветить. Я сама не подозревала, что такое может быть здесь. Что клубника растет, смородина растет. И вообще, у меня кто приезжает сюда, наверное, тоже для них это открытие. Вот на работе многое рассказывала. Ой, то-то-то. Сначала с недоумением, потом с интересом. А потом смотришь, уже сами участки ищут, находят. И делимся и семенами, и рассадой, и советами. Советом Лариса Евгеньевна не только в делах садовых поможет. От нее и на производстве. Служивает оборудование электростанции. Такая вот ответственность на женских плечах. Хотя сама наша героиня считает, именно женщине все по силам. У нас только в цехе женщина работает. Я считаю, женщины это такие уникальные существа. Представляете, утром она встает, тащит ребенка в сад или отправляет в школу. Мужу бутерброд сует, да. При этом она бежит, успевает. Такая красивая себя накрашенная, красивая на работу. И работает ударно. Потом бежит с работы опять в садик. Мужу надо готовить ужин, да. И так, представляете, все. Это уникальное существо женщины. Лариса Шапошникова – пример человека, который успевает все. В компании получила звание лучшего работника. В семье, сама шутит, точно не ниже генерала. Увлекалась спортивным туризмом. А сейчас у ее коллег в чести туризм приграничный. Благо, та же Норвегия, под боком. Это компаспорт и виза. Можно съездить в Киркенес, посмотреть, как живут в этих же условиях наши северные соседи. Мы на месте, почти у границы, нашлась еще одна точка из большой географии Норникеля. Туда мы и отправились. Но это уже отдельная история, щедро сдобренная морским туманом, британским роком и почти фантастической близостью к чужому языку и жизненному укладу. Увидимся в следующей большой географии.